Заявление Церковного Совета Абхазской Православной Церкви Абхазская Православная Церковь приветствует внимание широкой общественности к давно назревшему вопросу об урегулировании ее канонического статуса. В этой связи мы хотим еще раз напомнить, что решение о преобразовании Сухумской епархии в самостоятельную Абхазскую Православную Церковь было принято Епархиальным Советом еще в 2009 году. В этом качестве Абхазская Православная Церковь объявила о своем правоприемстве от Апостольской Церкви и Абхазского католикосата, прекратившего свою автокефалию в 1795 году. Что же касается заявлений о том, что в Абхазской Православной Церкви нет полноты церковной жизни из-за отсутствия епископа, то считаем необходимым напомнить о следующем. Службу в Абхазской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II несут канонически рукоположенные в Московском Патриархате и не состоящие под запретом клирики, отправленные в длительные командировки в Абхазию и имеющие право совершать все церковные таинства, в которых нуждаются православные верующие. Напомним, еще в годы Отечественной войны абхазского народа в 1993 годах, когда архиерей и клирики Грузинской Церкви оставили православный народ Абхазии, клирик Сухумского Кафедрального Собора Благовещения Пресвятой Богородицы Иерей Виссариона Аплия по благословению своего духовника, старейшего священника Абхазии, протерея Петра Самсонова, обратился за поддержкой к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, в условиях, когда клирики грузинского патриархата лишили Абхазскую Пасху возможности полнокровной церковной жизни, забрав с собой из храмов все антиминцы. Именно московский патриарх благословил абхазское духовенство совершать божественную литургию на антиминцах, освященных в Русской Православной Церкви, а также рукополагать в эпархиях Московского Патриархата клириков для служения в Абхазии. Благодаря этому первосвятительскому попечению в Абхазии все эти годы присутствует вся полнота церкви и церковного общения, которое позволяет окормлять пасту даже в условиях временной нерешенности вопроса о каноническом статусе. Более того, в беседе с Елеем Виссарионом Аплия, святейший патриарх московский в Сеаруси Кирилл, прямо сказал, что Абхазия не лишена архипастерского кормления, и в настоящий момент ее правящим архиереем является лично предстоятель Русской Православной Церкви. Мы выражаем искреннюю признательность святейшему патриарху московскому в Сеаруси Кириллу и всей Русской Церкви за неизменную поддержку, которая нам оказывается на протяжении многих лет в деле укрепления православия в Абхазии. Что же касается так называемой Священной Метрополии Абхазии, Раскольнической Организации, то она лишена не только архипастерского кормления, но и пастерского окормления. В ней, грубо нарушая православные каноны, на протяжении многих лет проводили и проводят по сей день службу сначала запрещенной в служении за непослушание Церкви, а затем и лишенной священнического сана монаха Дорофейт Бар, а также в нарушении церковных канонов, вступившись с ним в общение, а потому также подлежащий лишению сана и радиакон Грузинской Церкви Давид Сарсадьев. Лица, у которых нет никаких прав на совершение церковных таинств и треб. Предупреждаем, что согласно церковным правилам люди, знающие об их извержении, но вступающие с ним в общение, также подлежат извержению. Исходя из сказанного, мы хотим, чтобы наши граждане знали, что вопросы канонического статуса Церкви не решаются посредством политических технологий. Святая Православная Церковь стоит на догматах и канонах, основанных на Священном Писании и апостольском предании и утвержденных семью Вселенскими Соборами. Применение же меняющихся из года в год мирских правил и сиюминутных политических лозунгов каноническому обустройству Православной Церкви является неприемлемым. Поэтому митинги, различные гражданские и политические акции не только не могут помочь в этом вопросе, но и увлекают православный народ Абхазии в ложном антицерковном направлении. Многовековая история Православной Церкви показывает, что факторами, дающими основания для учреждения на той или иной территории автокефальной поместной церкви, как самостоятельной части Вселенской Церкви, могут быть политическая самостоятельность территории, на которой предполагается образовать поместную церковь, а также этническое и языковое отличия. Необходимым же условием учреждения церковной автокефалии является стремление к ней церковного народа и духовенства соответствующей церковной области, причем значительного большинства на обоих этих уровнях. Вопрос независимости Абхазской Православной Церкви от Грузинской Церкви уже давно решен и должен быть деполитизирован. Он не должен использоваться в целях, далеких от интересов православия, порождать раскол в абхазском обществе, вызывать вражду и раздоры между нашими православными собратьями и согражданами. Вопреки заявлениям клирика Грузинской Церкви и радиакона Давида Сарсания, являющего одним из основателей и руководителей раскольной организации Священной Метрополии Абхазии, Абхазская Православная Церковь не имеет никакого отношения к грузинскому патриархату, но стремится к обратению церковной самостоятельности и урегулированию канонического статуса при поддержке Русской Православной Церкви. При этом грузинская церковь препятствует развитию православия в Абхазии. Длительное время враждебно относится к Абхазской Православной Церкви. Когда наша молодежь поступает в российские духовные школы, грузинский патриархат выражает протесты, призывая Русскую Православную Церковь не принимать в семинарии и не рукополагать абхазскую молодежь. Фактически это имеет место этнофилитизм, внесение грузинского политического национализма в церковную жизнь. В этой связи, а также вследствие откровенно антиабхазской националистической позиции грузинского духовенства, наиболее агрессивно проявленного в годы войны 92-93 годов, мы не можем, не имеем морального права поминать за богослужением грузинского патриарха Илью II, как это предполагает нам и радиакон-отступник Давид Сарсани. Добавим, что в трагические военные годы предстоятель грузинской церкви не оказался над схваткой, не осудил агрессию грузинских вооруженных сил и бандформирований против абхазского народа, архипастерем которого он до сих пор себя считает. Важно напомнить, что еще в первые дни войны 92-93 годов Иерей Виссарион Аплия обратился к патриарху Ильи II за первосвятительской поддержкой, но тот самоустранился от решения церковной проблемы, сославшись на то, что ее должны решать политики Владислава Арзенба и Эдуард Шеварнадзе. После этого Илья Виссарион был вынужден прекратить поминовение Иерарха, отрекшегося от своей паствы. При этом все дальнейшие заявления грузинского священноначалия по абхазскому вопросу были и остаются не церковными, а политическими. Непрестанно вознося молитвы о единстве и процветании православной Абхазии, мы обращаемся к нашим соотечественникам с горячей просьбой воздерживаться от шагов, которые могут помешать процессу дальнейшего становления Абхазской Православной Церкви в качестве самостоятельной. Со своей стороны заявляем, что вне зависимости от общественно-политической ситуации и различных пропагандистских мероприятий, мы с Божьей помощью будем продолжать выполнение своего пастырского долга в строгом соответствии с православным вероучением и канонами Церкви, мы ставим вопрос о восстановлении самостоятельной Абхазской Православной Церкви в Духовном Союзе с Московским Патриархатом. С любовью о Господе, председатель Церковного Совета Абхазской Православной Церкви Иерей Виссарион Аплия, Члены Церковного Совета Игумен Игнатий Киуд Иерей Никита Адлиба Иерей Далмат Гопия Иеромонах Давид Квазала Иерей Никита Адлиба